Привет, я Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. В этом видео я расскажу о том, что же нужно делать в тех случаях, если на вашу зарплатную, пенсионную, либо другую карточку наложен арест. Обычно люди узнают об этом в тех случаях, когда пытаются расплатиться этой карточкой, либо снять деньги в банкомате, и оп, сюрприз, оказывается, что это сделать невозможно. Карта заблокирована. Как мы понимаем, это происходит вследствие того, что у вас возник где-то долг. Возможно, есть неоплаченный штраф за парковку, либо где-то вы не заплатили за коммунальные услуги, либо же брали в МФО кредит и не вернули его, либо задержка с выплатой произошла. В результате этого те люди, та организация, которым вы должны деньги, они обратились в суд, либо же обратились к нотариусу, и суд вынес решение не в вашу пользу, либо же нотариус выдал исполнительную надпись. Как вариант, еще, возможно, полиция оформила соответствующее постановление. Далее этот документ попал государственному исполнителю, либо частному исполнителю, и он на основании этого документа открыл исполнительное производство и наложил арест на все ваше имущество, в том числе на все ваши счета. На сегодняшний день эта процедура несколько упрощена, все происходит в электронной форме, то есть исполнитель формирует постановление о наложении ареста в электронной форме. Оно моментально практически поступает в банки, и банки накладывают арест на все ваши счета, в том числе и на счет, который привязан к зарплатной карте. И здесь, конечно, вы можете сказать, что стоп, это же спецсчет, и его нельзя арестовывать. На самом деле нет. Банковский счет, на который вы получаете заработную плату, не имеет никакого специального статуса. Как правило, это обычный текущий счет, и просто вы получаете на него заработную плату. И исполнитель может накладывать арест на этот счет. Если вы не верите мне, то ссылочку оставлю в описании к этому видео. Вы сможете посмотреть позицию Верховного суда, который разрешает блокировать все эти счета, и в том числе зарплатные и зарплатные карты. Как понять, почему заблокировали карту банка? Как понять, кто же наложил арест на ваш счет? Все просто. Вы можете посмотреть это либо в банковском приложении, либо обратиться в банк, и банк должен предоставить вам такую информацию. Как вариант, вы можете зайти в реестр должников. Я ссылочку оставлю в описании. Там нет ничего сложного. Вы самостоятельно можете туда зайти, ввести свои данные и посмотреть, а какие же исполнительные производства открыты в данный момент на вас. При этом там будет указан и номер исполнительного производства, и исполнитель, который открыл данное производство. Далее вы можете набрать этого исполнителя, или же непосредственно обратиться к исполнителю, если это частный исполнитель, либо поехать в государственную исполнительную службу. Там вы можете узнать, а почему вообще был наложен арест на ваше имущество. То есть вам должны предоставить тот документ, на основании которого исполнители начали исполнительное производство. То есть либо решение суда, либо исполнительную надпись нотариуса, либо постановление полиции. И вот вы узнали, кто и по какой причине арестовал ваши счета. Теперь вам нужно разблокировать ваши счета, снять арест. А как снять арест с зарплатной карты? Все просто. Нужно получить в идеале две справки. Первая от банка о назначении этого счета. Ну, естественно, там не будет, скорее всего, указано, что это зарплатный счет. Да, там укажут, что это текущий счет, на который поступает заработная плата. Вторую справку было бы очень хорошо получить у вашего работодателя. И ваш работодатель должен указать в этой справке, что ваша заработная плата перечисляется на вот такой счет. После того, как вы получили эти справки, либо хотя бы одну из них, вам нужно написать заявление на имя исполнителя, в котором вы просите снять арест с этого счета. Вы должны указать номер счета, с которого вы просите снять арест, и указать, что причина, по которой нужно снять арест, это то, что на этот счет, на эту карточку, вы получаете зарплату. И в подтверждение к этому заявлению вы прикладываете те справки, о которых мы говорили. Вы подаете данное заявление исполнителю, независимо, частный это исполнитель, либо государственный, и, как правило, они в течение суток уже снимают арест с вашей карты. А если они этого не сделали, то в дальнейшем их действия могут обжаловаться. Если уж так случилось, что вашу зарплатную карту арестовали, а у вас нет ни времени, ни желания общаться с исполнителями и заниматься разблокировкой карты, то вы можете связаться со мной по вот этим контактам, и я вам помогу в решении этого вопроса. На этом все. Всем удачи. Пока.